С апреля прошлого года в региональном сосудистом центре работает современный ангиограф. Этот аппарат используют для диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. С помощью установки можно выявлять патологии кровеносной системы, порождение сосудов. За год количество проведенных операций с помощью нового аппарата увеличилось до 4,5 тысяч. Пациенты благодарят врачей за спасенные жизни. Мне порекомендовали это обследование вначале. Там оказалась бляшка и поставили стенд, чтобы ее убрать. И я очень рада, что это все произошло своевременно, потому что потом были бы плохие последствия. Все на ногах и бояться нечего совершенно. Сложные операции на сердце и сосудах проводить стало намного проще. Само медицинское вмешательство теперь занимает немного времени. При этом больной не чувствует боли и находится в сознании. За действиями хирурга операционным процессом внимательно следят специалисты из стерильной зоны. С помощью ангиографа медики получают трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. При ишемической болезни сердца именно качество первооказанной помощи диктует дальнейшее развитие событий. Надежность оборудования и скорость диагностики играют решающую роль. Основная когорта поступающих к нам пациентов – это люди, страдающие ишемической болезнью сердца, которые поступают к нам в плановом порядке с эстерной кардиейной напряжением, так и в экстренном порядке с острым инфарктом миокарда. Также буквально недавно наши специалисты прошли обучение в крупной клинике Москвы по хирургическому лечению ишемических инсультов головного мозга. И в ближайшее время планируем начать данный вид оперативных вмешательств. Чтобы не допустить операционного вмешательства в патологии сердца, специалисты напоминают о соблюдении ряда несложных профилактических правил в повседневной жизни. Основа здоровья сердца и сосудов – это правильное питание, спортивный образ жизни, режим, правильный сон, отдых. При первых симптомах – болях за грудиной и в грудной клетке, связанной с физической нагрузкой, необходимо сразу же обратиться к специалистам, которые назначат правильное лечение. Необходимо вовремя и своевременно обратиться к квалифицированному специалисту, в части, касающейся кардиологии, а именно пройти нагрузочный тест, если есть подозрения на ишемическую болезнь сердца. Необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, в частные медицинские центры, для того, чтобы определить показания к проведению нагрузочных проб при том или ином заболевании. Болезни сердца существенно молодеют, а инфаркт и инсульт в 35 лет уже не новость. Резко возрос после COVID-19, даже у перенёсших болезни в лёгкой форме. Будьте внимательны к своему здоровью и берегите себя.